Деревянные окна Дышащие полной грудью Друзья мои, вот у нас за нами есть несколько представителей оконных компаний, которые представляют элит-сегмент оконных конструкций До сих пор я подхожу, трогаю эти окна и они не вызывают у меня какого-нибудь эффекта или восторга Валерий Литвинов, строительный эксперт, имеет совершенно другую позицию До съемок доказывал мне о том, что деревянные окна это очень круто Валерий, как ваша позиция на камеру? Подтвердите ваши слова Ну скажу так, что все-таки деревянные окна это премиум сегмент, он никак не может быть экономным сегментом А почему деревянные окна позволяют... Имеют преимущество? Вот я не уверен с преимуществом Нет, ну здесь опять же мы отходим от не типофизических каких-то составляющих, а более эстетических составляющих То есть это художественная не гравировка, а брашировка, естественный вид Лакировка Не лакировка, лакировка это уже как бы эконом-класс, да, это вот именно брашировка, оттенивание, да, то есть придать любую текстуру, любой цвет, цветовую гамму В том числе как бы и вроде бы цвет совпадает там с цветовой гаммой помещения, да, но и сразу же там фишка все, а это дерево, это дерево, да А здесь как бы вот фрезеровка идет, да, очень красивая окантовочка все идет, да Хватит, Валерий Здесь, 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 здесь игра, здесь больше нет, здесь игра, здесь игра фантазеров, да, грубо говоря, там фантазия, все Давайте, давайте, давайте без лирики В чем преимущество деревянных окна, деревянных окон? Технологии позволяют сейчас его, опять же, да, что-то... Ну давайте на пальцах Энергоэффективность она такая же В этом плюс, в этом плюс, в этом плюс, в этом плюс Я пока вот из всего того, что вы сказали, можно... Ну, пакеты одни и те же применяются, что при... С теплокетей, одни и те же Одни и те же Одно и то же, да, то есть мы сейчас разговаривали про... Давайте, давайте я буду вам, вот, вот вы мне там, и я вам колышки буду вбивать Давайте Негатив номер один, цена деревянных окон в два, может быть... Никто себя не позиционирует, чтобы купить деревянных окон, сколько сейчас обошли, да, ребят, мы себя позиционируем по-другому, да, вот есть деревянные окна, хотите берите, хотите берите паука Хотите Жигули, хотите Мазерати Да, у нас Мазерати, Мазерати себя тоже нигде не выставляет, все, ребята, у нас деревянные окна, пожалуйста, ну почему? Ну, я озвучил минус номер один, минус номер два, минус номер два, они крайне тяжелые, соответственно, шанс того, что... Негатив номер один, опять же, можно поговорить, если брать хороший блок из ПВХ, и также... Гигантский, да? Нет, 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 я имею ввиду, именно профиль, да, брать, там, как-то 70-е, да, там, и опять же, если взять не очень дорогой, а из сосны деревянный блок, он нисколько не дородишь, это будет тяжелее Ну, в основном тяжелее, в основном тяжелее Нет, опять же, мы уходим опять в фантазию, если брать деревянное окно из массива дуба, то, конечно, будет тяжелее Минус номер три, который я точно знаю, они царапаются, деревяшки царапаются Вообще не вопрос, опять же, мы говорили, что позволяет там лакировка, не лакировка, сейчас есть достаточно интересного оборудования шлифовального, да, там шлифуют до 4000-го, там, ну, абразива, да, номер Все это убирается, и, опять же, заново покрытие лакакасочное, да, даже, там, экологичные, там, масла, парафин, не парафин, как это называется, масло, я не знаю Я не знаю, парафиносодержащие, да, на парафиноснове, да, отполировал, все красиво, у тебя красиво, все новое, а вот если я ПВХ поцарапал, то все Я хочу еще один минус, хочу один еще один минус осветить, это ремонтная слабопригодность деревянных конструкций Я имею в виду, что, если вы купили вот это вот эксклюзивное, дорогое деревянное сооружение, то найти такую же там штабик, такую же планочку, из такого же дерева, такого же качества, с теми же размерами, очень-очень тяжело Не вопрос вообще, абсолютно, во-первых, этими окнами занимаются компании, вообще не вопрос, штабик, штабик, даже если его нету на месте, его закажут на производстве, опять же, те же самые, где фрезеруется под любое, даешь свои размеры, отфрезеруют, практически в том же все подгонят По крайней мере, я у родителей ставил одно окно, деревянное место, это окно, правда, производитель из Латвии Оно стоит, и с ним ничего не случилось, они потеряли ни вида, ничего, шикарно стоит, большое занимает пространство Окна ПВХ, которые мы ставили практически в то же время, ну, похуже себя чувствовали, потеряли, ну, именно по мерке, что-то такое Вот, ни одного плюса, кстати, мы пока не услышали от Валерия, давайте все-таки услышим Это красота, ну, это же дерево Плюс номер один и плюс номер... Теплофизически они не уступают по технологии, ой, по теплофизическим, ну, показателям никакому ПВХ Не уступят ни в чем Там, во-первых, опять же, ПВХ, то ПВХ, который вы ставите, там, когда-то подешевле вы хотите ставить Там мы сэкономим, да, уплотнители могут поставить другие, там, ручки, вот эти все механизмы, да, внутренние скрытые А это вас скрыт, в деревянные окна вам дешевую китайскую, дешевые механизмы, ручки там просто не поставят Они не выдержат, во-первых, они сразу отвалятся, и сразу уже удар по репутации и вылится с рынка Потому что эта ниша очень... Узкая Узкая Я даже больше сказал бы, да, макро узкая, да, совсем-совсем Там, если ты здесь где-то как-то разочек попал в некрасивую ситуацию, ты вылетаешь с рынка и все И все Потому что здесь, опять же, принцип сарафанного радио, никто себя не позиционирует, нигде там не вывешивают Там, мы делаем деревянные окна, заказывайте у нас деревянные окна, у нас акция Самые деревянные окна, среди деревянной компании, никаких акций никогда не проводят И пришел, надо, вот сделали, да, цена, да, устраивать, ждите еще, там, месяц, полтора-два Это тяжелый приз, то есть, ПВХ ты заказал, вне сезона, там, за неделю тебе сделали, там, когда Сезон большой нагрузка, две-три недели, ты с деревянными окнами так не сыграешь, там, по-любому Ты будешь ждать минимум, ну, минимум, я думаю, что, там, месяц, это точно Месяц-два ты ждешь просто окошки свои, потому что это, опять же, кипроизводство Друзья, в общем, Валерий сам нарисовал еще один минус Деревянных окон, они долго изготавливаются Без моей подсказки, молодец, молодец Я позиционирую, что я положительный, в какую сторону Есть еще время поразмыслить, может быть, все-таки изменить какую-то цветовую гамму Либо что-то еще Ну что, друзья, если вам понравился наш ролик, поставьте плюс Если вы представитель деревянной компании, поставьте минус С вами была Федерация судебных экспертов До свидания Да, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok